Знает, и тем более расскажет, и я уверен, с огромной радостью вручит ей премию режиссер Роман Смирнов. Добрый вечер. Сразу назвать фамилию? Речь, конечно, идет о Татьяне Мустынове. Я на самом деле, друзья, вот счастлив и очень волнуюсь, вот сейчас здесь перед вами стоять, и подбирать какие-то слова про Татьяну Владимировну. Дело в том, что нас связывает, я вот не побоюсь этих слов, большая человеческая дружба, которая началась еще в институте, мы вместе учились, и тогда уже придумывали какие-то там совместные, как сейчас теперь говорят, проекты, да, которые... Те проекты не осуществились, но прошло время, и вот как-то жизнь сначала нас развела, а потом сводила все ближе, ближе, ближе. И вот я уже поставил несколько тайных произведений на сцене, вот буквально сегодня нас обрадовали, что еще одно произведение в ноябре, вы видите, и я очень рад, что это все происходит в Петербурге. И Таня, вот я сейчас даже боюсь соврать, она меня убьет, она автор семнадцати, да? Шестнадцати. Шестнадцати, ну это я вперед говорю, шестнадцати книг, огромного количества пьес, а сколько она написала статей, эссе и передачи на радио, это просто, я не думаю, как один человек может успеть все это сделать. Вот, но все это делается, все это подмечается, я помню статьи в Пульсе, в которых просто мы жили этими статьями, которые появлялись еженедельно, и вообще мне трудно представить вот и Ленинград в последние годы его существования, и современный Санкт-Петербург, без такой грандиозной, по-моему, все это слово, личности, как Таня Мисквинал. Настоящий пакет, как у нее в монологе Лана. Приятно получать подарок из рук друга, я человек неизбалованный, и я говорила своему другу покойному, как-то, Денис Лекину, которого недавно убили, Диму говорю, все хорошее должно погибнуть, мы погибнем, но мы будем погибать, как в итальянской опере, стоя на аванс-сцене, в длинных, красивых бархатных платьях и в долгах боя. Петербург – это, в некотором роде, конечно, история умертой. Вижу Андрея Максимкова, вспоминаю наше сотрудничество с ним на канале 100, этот канал стартовал очень ярко, он был талантливый, смелый, свободный, остроумный. Абсолютно ненужный горожанам, которые не обратили на него никакого внимания через, по-моему, очень короткое время, канал был умерщелен. Все. Стоит только немножко обратиться назад и вспомнишь, таких историй немало. Я вообще не понимаю, как мы живем. У нас нет средств массовой информации практически, мы задушены, телевидение, радио не существует, последние газеты закрылись в прошлом году. Да и те, что были, конечно, представляют себе, скорее, жалкое зрелище. Вот. В общем, горстка людей, буквально, я думаю, что не больше двух тысяч человек, вот, не изображают культуру в этом городе, не являются. Поэтому приходится делать много, потому что иногда от отчаяния, иногда от темперамента, не знаю от чего. Так что я буду продолжать вот свою эту линию по Римадонне итальянской оперы. Такой у меня характер, что вот, когда, например, скажешь человеку «безнадежно» или «какушкин» говорят «безнадежно». И человеку, у человека руки опускаются. А мне скажешь «ну это безнадежно». «Безнадежно», говорю, у меня какие-то, какие-то в краях что-то начинают такое. Как безнадежно, что будет буря, мы поспорим и помужествуем с ним. Вот. Роман Смирнов тоже вот из таких вот, значит, нашего Погорелова и Калинского театра. Он поставил недавно великолепный спектакль «Охота жить» по Шукшину в театре Новосельевском. Большое такое произведение, год работал. Моментально тут где-то сразу же, значит, что-то такое, значит, вышло про него, как всегда. Почему-то его не вот и не взлюбили эти вот мелкопишущие, слабопишущие отеатры. Почему? Можно, потому что они мертвы, а он живой, естественно. Но вот какой-то все время пишет и рунду про него. Но это совершенно, никакого впечатления на него не производят, на меня не производят. Вот, понимаете, может быть, люди, которые вот все хотят, чтобы нас не было, они немножко не понимают, что ничего не выйдет. Вот. Сокращаются донорары, допустим, зачем писать книгу, вот, все сокращать, сокращать. А мы будем приплачивать, все равно будем писать. Ничего не сделаешь, ну, пока не придут, вот, где мы пришли, убили. Куда мы придут, хорошо, будет наша, сразу геройская смерть, сразу будем в небесах, там тоже что-нибудь замутим, на том среде. Я человек верующий. Спасибо за внимание, надеюсь, мне дадут Достоевского. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ